Ребята в честь своего праздника Дня студента решили не принимать подарки, а наоборот сделать доброе дело. Примечательно то, что многие из участников акции, несмотря на свой юный возраст, сдают кровь далеко не в первый раз. И признаются, осознание того, что ты помогаешь людям, приносит ни с чем не сравнимое удовольствие. Кровь я сдаю уже четвертый раз. Решила еще в детстве. Очень расстроена была тем, что только с 18 лет можно сдавать. И вот когда мне исполнилось 18 лет, я решила, что пора помогать людям. Это очень приятное чувство, когда ты понимаешь, что от тебя может зависеть чья-то жизнь. Это классно. Мне кажется, добро должно делаться без возмездия. И вот сейчас, тем более в наше время, мало кто помогает просто так. Тем более мы ничего не можем, в принципе, дать людям, а так хотя бы какую-то помощь. Сами работники Центра Крови отмечают, что уже довольно давно сотрудничают с движением студенты-волонтеры-медики. И это взаимодействие является бесценным, так как помощь молодых людей крайне весомая. Это длительно, уже несколько лет сотрудничества идет тесное. Акция теперешняя, которая проходит на этой неделе, называется «Дарим жизнь вместе» и посвящена Российскому дню студенчества. Спасибо большое всем, кто отзывчиво отнесся к этому, пришел, сдал кровь. Тем более, что молодежь может сдавать кровь с 18 лет. Это как раз учащиеся наших учебных заведений. Кроме того, донорами являются не только студенты Каннского медицинского техникума, он также Центр сотрудничает и с остальными среднеспециальными учебными заведениями города. И важность склада молодых людей, которые своей кровью спасают чьи-то жизни, переоценить невозможно. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал.